Привет, просветители! На прошлой неделе мы обсуждали с вами возвращение из мёртвых урока труда. В комментариях люди всё пытались понять, а куда его в расписании запихнуть-то? Оказалось, друзья мои, что это только у вас такие проблемы. 8 уроков в понедельник. Потому что буквально сразу после трудов Кравцова, звучит как-то двусмысленно, ещё два предмета тут же материализовались. Один под звёздочкой, как задачка для самых умненьких. Урок, к сожалению, или к счастью, не только для них. Под звёздочкой, потому что в Думе всё ещё идут обсуждения. Поэтому можете выдохнуть. Пока что. А второй предмет уже точно с сентября следующего года. Встречайте! Почему никто не радуется? Наверняка в Телеграме встречали спам подобного содержания. Владимир Владимирович Путин только что подписал документ, заставивший содрогнуться всю страну. Оказалось... Читает дальше по ссылке. Вот вторая новость прямо из этой серии. Только это не спам. Это наша реальность. Но обо всём по порядку. Давно мы с вами что-то не вспоминали о Танюше Буцкой. Если вы не знаете, кто это такая, то вы явно недавно подписались. Больше всего Танюша знаменита гениальным в своей простоте предложением вести налог для бездетных. На этом канале мы эту инициативу очень активно обсуждали в своё время. Меня, правда, гораздо больше поразила реакция Бутиной на волну хейта. Давайте признаем, бредовыми инициативами нас уже не удивить. Всё вырвано из контекста. Я такого не говорила. Я сама против подобного закона. Утверждала Татьяна при наличии записи на официальном сайте радиостанции, где она про налог, в общем-то, и заявила. В прошлом году Танюша предложила запретить слово. Да, всё настолько запущено. Слово Child Free. А то молодёжь услышит, заинтересуется, узнает значение и поймёт, что детки-то им особо и не нужны. Странно, что из всего многообразия слов Танюша выбрала именно Child Free. У неё вообще просматривается некий сдвиг на этой теме. Ни убийство, ни коррупция, ни насилие. Не, пусть существует. Child Free. И вот на прошлой неделе Татьяна опять пошла на радиостанцию давать интервью. Я сразу же приготовился. Контент. Бутская на радио. Ролик Остапова на ютубе. И Татьяна, конечно же, не разочаровала. Первый зампред Думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила о демографической проблеме у россиян, которая, по её мнению, выражается в нежелании поколения нынешних 30-летних заводить детей. Татьяна, я ни на что не намекаю, а то любой намёк и вот уже дискредитация. Но вы новости читаете? Ну, типа Воронеж, Белгород, Шебекино, мобилизация, Украина. Не? Никакой образ в голове не формируется? Ну, совершенно непонятно, почему это молодые люди в роддом не торопятся. Наверное, просто слово Child 3 наслушались. У меня просто других вариантов нет. По-моему, два последних года в России просто идеальное время для появления ребёнка. И даже не пытайтесь меня переубедить. Депутат высказал предложение работать с россиянами по этой теме с самого юного возраста. Мы сейчас работаем с ребятами школьного возраста. Но, может быть, надо ещё раньше? Посмотрите, во что играют в детском саду наши дети. Есть у них там дочки-матери. Девочки играют в это? Мальчики с машинками играют? С молоточками и грудочными ходят? В ЧВК уже готовятся вступать? С молоточками. Татьяна, не волнуйтесь. Девочки всё ещё играют в дочки-матери. И с машинками. Как и мальчики. Про молоточки ничего сказать не могу. Тут дальше логичный вопрос назревает. А что предлагают делать с детьми, которые играют с неправильными игрушками? Отобрать молоточек из рук Пети и, наконец-таки, использовать его по назначению? Выбить эту чёртову машинку из рук Машеньки? Не дай бог карьеристкой станет. Мама, я хочу играть с динозавриком. Я стану учёным. Нет, Юленька, динозавры для мальчиков. Ты будешь мамой. Держи пупса. Ну и, Татьяна, если вы не знаете, как и во что играют в детском саду, потому что вы спрашиваете, а не утверждаете, уже за это спасибо. Может быть, тогда и говорить на эту тему должны специалисты, раз у вас нет актуальной информации. И да, вы уверены, что девочка с конструктором в будущем не захочет стать матерью. У меня вопрос. А с пони девочкам играть можно? А мальчикам? Просто это получается какая-то серая зона. Или розовая, в зависимости от цвета игрушки. Гендерность закладывается на уровне детского сада. Девочка – мама. Мальчик – мужская работа. Весьма показательно, что мальчик здесь даже не отец. Сами понимаете, воспитание детей – это не мужское дело. Мальчик – это работа. Татьяна, мальчик – это человек. И девочка тоже человек. И, внимание, не обязательно мама. Захочет – да. Не захочет – отстаньте от нее. Если девочка – это в первую очередь мама, Танюш, хватит мужской работой заниматься. Какие еще интервью и Государственная Дума? Побаловалась – и хватит. Ну, сколько можно позориться? Домой, к семье, детям. Борщи. Борщи отсюда, кухня там. Мне, пожалуйста, на завтрак запеканку со сгущенкой. Ну, а если серьезно, эти женщины, занимающиеся мужской работой… КРИНЖ! Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Кукла все еще на берегу, а мяч – это гендерно неподходящая для тебя игрушка. Пусть станет! Александр Сергеевич Пушкин. Хотя, если подумать, у этих воспитателей поколения у всех с логикой какие-то проблемки. Девочка – мама, мальчик – работа, говорит Буцкая. Интернет для детей – это плохо, говорит Кравцов. Поэтому давайте всех учеников заставим сферами зарегистрироваться. Детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями, заявил Первому каналу министр просвещения России Сергей Кравцов. Вы что, реально думали, что я про Кравцова ничего не скажу? До 15 лет – период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение, сказал он. По словам Кравцова, после того, как ребенка захватывают социальные сети, ему очень сложно вернуться в реальный мир. В этом смысле важно проводить работу и с родителями, считает глава Минпросвещения. Своей 15-летней дочери он на день рождения подарил кнопочный телефон, а у его 8-летнего сына вообще нет телефона, рассказал министр. Кто-нибудь, расскажите уже министру, что порой именно школа детей в социальные сети и загоняет. Обязательно регистрируемся по этой ссылочке, а кто не зарегистрируется, тот плохой мальчик. А теперь все достаем мобильные телефоны, наводим на QR-код и проходим тест на онлайн-платформе. Все, кроме детей Сергея Кравцова, для них особые условия. Остальные в цифровое стойло. Но вернемся к Буцкой. В школе мы будем вводить уроки «Семьеведение». А вот и новый урок «Семьеведение» от Буцкой. Знакомьтесь. Это у меня кондиционер так сильно работает или от одной мысли холодок по коже пробежал. Вы просто представьте, что будет на этих уроках, если их Татьяна решила вводить. Нет, с одной стороны, конечно, спасибо за контент, но детей все же жалко. Интересно, а если какая-нибудь девочка додумается на подобном занятии и заявить, что она хочет сначала карьеру построить? Ей просто неуд поставят? Или на горох? И рабочая группа у нас в Госдуме активно работает. Очевидно, что нужны уроки «Семьеведения». Кто-то сомневался, что рабочая группа уже работает? Это не может быть урок, на котором дети зевают. Нет, Татьяна, даже не переживайте, зевать не будет никто. Вы как начнете эту телегу про гендерные роли задвигать, сон как рукой снимет. Я уже представляю глаза подростков. Иванова, еще раз, кто ты? Да какая нафиг личность? Ты – мама. Я – мама. Мы – мамы. Ты – мама. Вы – мамы. Заодно и русский язык повторим. Русский язык со стоповым. Все, что будет преподаваться там, ты будешь с этим жить. Поэтому уроки должны быть такими, на которые дети бы бежали. Возможно, это должны быть другие форматы. Может быть, предложить ситуацию, в которой класс разбивается на две команды и подходит к решению с разных сторон. Нет, ну, конечно, если разбить класс на две команды, то тут домостроевские идеи заиграют просто новыми красками. Одна часть класса пытается доказать, что место женщины на кухне, а вторая при этом не умереть от крыльжатины. Вы, главное, презентацию не забудьте составить. С презентацией все становится лучше. Когда рабочая группа с Буцкой созреет и представит на суд публике семьеведение, еще вопрос. А вот когда в школы вернется черчение, уже известно. В сентябре следующего года. Президент России Владимир Путин поручил вести черчение в школах в следующем году. Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности обеспечить, начиная с 2024-2025 учебного года, освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса черчения на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому инженерному профилю, указанном в документе. Черчение — это вообще урок особенный, как Сережа Кравцов. В каких-то школах он никогда и никуда не пропадал. Других относительно недавно снова появился. Например, в некоторых школах Краснодара. В других образовательных учреждениях это теперь часть технологии. И с 2024 года — это твой новый восьмой урок в понедельник. Угу. Разговоры о важном, труд, еще один труд, семьеведение, начальная военная подготовка, новейшая история России, черчение, математика. Так, а что здесь математика делает? О плюсах и необходимости изучения черчения здесь, наверное, специалист должен рассказывать. Но где же вы его возьмете, скажу вам я. И, скорее всего, мои слова повторит и директор школы. Всякий раз, когда очередное нововведение появляется в нашей системе образования, Кравцов улыбается, а я интересуюсь, а кто это добро вести будет? Петр Сергеевич, вы ведь линейку в руках держать умеете? Угу. Отлично. Вы теперь черчение у 10-го Б ведете. Вы что, не патриот? Вот, учитель, это призвание. И вас только что призвали. С другой стороны, впереди еще целый год. Петра Сергеевича отправят на курсы, если он к тому моменту не уволится. И все будет, наверное. Не, ну а если серьезно, между черчением и семьеведением от Буцкой, я всегда проголосую за черчение. Но будет ли польза от подобных уроков, если в некоторых школах вести их будут совсем не специалисты? Я, честно говоря, не особо уверен. Хотя, может быть, сейчас Министерство просвещения как шикарные курсы забабацает, и в итоге каждый филолог сможет вполне спокойно черчение вести. Но если вспомнить, что эти люди не знают, где Казахстан находится, и нет, я не про филологов, еще один вопрос. А за счет кого банкет? Разговоры о важном, труды, черчение, семьеведение в окошко стучится? Это просто сверху? Восьмым уроком добавят? Или как? А про Станпин кто-нибудь слышал? Не? Ну, в общем, как обычно, сплошные вопросы. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте подписываться на мой Телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня материально, то по ссылке в описании можете найти мою страничку на Бусте. Кстати, сейчас вы видите на экране имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное вам спасибо. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.